всем привет сегодня у нас замена сальника привода автомобиля нас опель зафера каталожный номер у сальника 374 179 то есть это будет ставить нет ты где был чё опоздал очереди большие опаздываю братан не знаешь видимо про такое крутое приложение сбермаркет больше не трать свое время на магазины особенно рабочие скрыли защитный колпачок на зафере у нас оказывается не завальцовывает шплинт стоит и судя по всему его недавно меняли это шосс потому что шплинтик не выглядит старым даже коррозии на нем кстати здесь будем менять не только сальник мы будем менять также шуз который хрустит наружный и будем менять пыльник внутреннего шуза я вам покажу по запчастям будем шусь вот такой китайский ставить наружный 150 1289 с x китай китаем сколько прослужит не знаю опель vectra astra 18 не факт что вообще подойдет но ну ладно человек предоставил наше дело будет и пыльник внутреннего шуза out of rent какой-то я такой фирмы если честно никогда не слышал и и вот каталожный номер у него d8309 кому-то пригодится будет полезно после всех манипуляций вам расскажем все ли подошло все ли так прекрасно хорошо и прекрасно что давай тащи нашего любимого мощного помощника что-то на 30 дороги 30 все что угодно 30 уголок и пойдем ничего продолжаем мучиться откручивать либо я со своим телосложением веса могу открутить таким ключом типа обычную клещетку можно сломать бородки и удлинители а вот этого сломаешь и плюс того что вот в принципе и шурс крышащи вставлял обычную головку она вот так вот отрезает на не короткий чуть-чуть дальше мы против наконечники и шаровый наконечник откручивается довольно таки просто как и на всех машинах здесь на 19 я думаю что бывает и другие комбинации у нас именно на 19 ну что два раза ударили по рулевой цапки и наконечник выпал пыльник точнее ну и шурс в принципе тоже хрустит снимать так вот смотрите дальше открутили шару на 19 decades там столько стабилизатора мы не снимали просто Bud сделали сюда и вниз ушло шара вышла что более-менее теперь надо пойти сливать масло с коробки и вытаскивать внутренней ребята хотим вам сразу подсказку так как неоднократно уже наебывались subaru с черри тут тоже не исключено сберите новый шрус визуально сравнивать визуально и визуально он более-менее похоже визуально да он там только это выемка только есть как будто бы похож далее просто потому что значит оставляем по шлицам попал уже хорошо после снятия шоу за надо будет вставить его туда то есть тоже проверить шлицовую потому что мало ли что все идем уже точно сливать масло искать где он сливается пока мы ищем как сливать масло вот ведь потек прямо на пыльнички не знаю как вам показать каплю масло масло просто с коробки капает во время вы заметили сказали об этом человеку будем искать как с его сливать так как у нас сливной как оказалось нету жопе ли масло у нас одно и то тоже что залито что нам человек привез соответственно вы просто выбьем шосс и масло то что стекет злеем свежая чтобы это так как у нас прокладки вот это нету и человека нет которых может привести и привести возможности тоже нет поэтому решили сделать так в принципе хуже не будет давайте пытаться его снять чуть подели шлос вышел вообще на ура меня это радует но не радует то что там масло вообще нет то есть масло не вытекла никак не капли нихуи это просто трэш коробка на этого стоит на насколько ну тысяч тридцать это старая говно его херби найдешь представляете проебал масло и все это две коробки уебал в свое время на некси и на шкоде никто не подсказал что бортан у тебя сальник потек так что все пойдемте дальше смотреть так что вот вот и сальник в принципе похож новый старый очень похоже сейчас соли поменяем и будем разбираться с шузами старый шуз пришлось ломать разломанный так вот вот она стопорное кольцо который стоит внутри на новом шузе вот есть паз вот этот покажу вас под стопорное кольцо на старом такого паза небо было все сплошняком с видимо на заводе и вот так делают странные конечно ерунда когда там все ставят но тем не менее как то так поставили ставится кстати довольно таки легко то есть вот этот стопор в черный вставляем сначала сам шуз наш лицевая два удара молотком и все садится на стопор все класс теперь забиваем смазки собираем пыльник все ребята сальник мы достали и я вам скажу это максимально неудобно его доставать это из всех машина которых мы меняли сальники привода этого самый самый жесткий потому что его хрена тут достанешь из-за того что он стоит в ебенева придумывали обратный молоток потому что мешает все мешает балка в общем не позавидую тем мастерам которые вот это меняет с обратно молотком и даже сразу выбили но все равно это очень довольно таки трудоемкий процесс также у нас при вскрытии шоза обнаружили что вот этот пыльчик он прокручивался соответственно тоже ничего хорошего железный пыльник промазали герметиком завальцевали его как смогли сколько он прослужит сказать сложно может быть долго прослужит может быть ни хрена не прослужит но но попытались хотя бы его реанимировать потому что хозяин думает будет он менять не будет менять будем сейчас дальше собирать и рассказывать про особенности ну что ребята что за мы собрали сальник поставили на место сейчас вот нём принципе обратный в обратной последовательности рассказывать это и показывает нет смысла поэтому поддержите наш подпишитесь на канал поставьте лайк ну и конечно пользуйтесь промокодом от нас чтобы получать скидку в 300 рублей на первую доставку всем пока